Я лично видел в Сочи дом, он называется Король Георг, в нем, дай бог памяти, по-моему, этажей 12, крыши нет, дверей нет, окон нет, коммуникаций нет, документов никаких нет, в нем покупается и продается квартира. Видел дома без подъездов, то есть подъезда нет, есть только внешняя лестница, вот на 12 этажей, ни лифта, ничего, вот идет внешняя лестница пожарная, вот только по ней можно попасть к себе на 12 этаж квартиры. То есть такое тоже есть. Про лифт я даже не спрашиваю, я понял. Лифт, нет, лифт это слишком жирно будет, это уже сразу бизнес-класс. Алексей, я тебя снова приветствую в нашей студии. Добрый день. Вот предыдущую мы видео сделали с тобой такую вводную, я попытался узнать твои впечатления о переезде в Сочи, а сейчас хочу более конкретно поговорить про нашу тему, нашу, что называется, любимую, про недвижимость, и я знаю, что много всевозможных историй в Сочи, как это, ну давай по-простому, с кидаловым, с какими-то непонятными вещами, которые люди изначально, ну скажем так, далекие от рынка, от рынка недвижимости вообще, в частности, сочинского, просто вот попадают в эти непростые истории. Вот что нужно сделать, чтобы как минимум базовые вещи безопасности, что называется, пройти и не попасть? Первое, что нужно сделать, это заблокировать в компьютере все площадки-агрегаторы, ну практически все. Что значит заблокировать? То есть на них не обращать внимания? Чтобы вот даже не заходить туда. Почему? Там нет реальных объектов. Если вы будете рассматривать в Сочи, именно на рынке в Сочи, какие-то объявления, например, в Авито, да, то вы сломаете себе впечатление о рынке, вы получите неправильное впечатление, и не получите того, что он на себя представляет, когда туда приедете. Буквально на прошлой неделе я, или на позапрошлой неделе уже, разговаривал со Сбербанком, даже они не справились. Даже Сбер не справился? Дом-клик Сбербанковский, он засыпан фейками. Даже Сбербанковский дом-клик. А теперь представьте себе, что творится на Авито, который просто автомат туда набирает. Который даже не задумывается. Статистики как таковой по рынку Сочи не существуют по средней цене. Вот вывести ее не существует, в том числе и из-за того, что безумное количество фейков. Вот, например, там доходит до смешного. Проходит, например, сделка с ипотекой, да, соответственно, нужна оценка. Заказывать оценку у неместного оценщика глухой номер. Потому что он выдаст цену минимум в два раза меньше. Вот по тем средним объектам, которые продаются по этой местности, он выдаст. Ну, ему же надо где-то брать внешние данные. Он их берет из открытых источников. Он их берет из открытых источников. В открытых источниках цена в два раза ниже. Или занижена. Да. И кажется, что можно купить за миллион Сочи. Да. Обращаешься к местному оценщику, который все знает, все понимает. Он тебе открытым текстом говорит, что, ботан, вот мне нужно, чтобы ты вот по этим адресам поставил квартиру с вот такими-то ценами. Фейковые. 20 секунд новостей от партнеров. Если вы думаете об инвестициях в новостройки или о переезде в другой регион, то уже осенью начинается стройка жилого комплекса «Русская Европа» в Калининграде. Сейчас можно поучаствовать в закрытых торгах на право бронирования. На аукцион выставляются лоты с уникальными характеристиками и большим потенциалом для роста цены. О Калининграде и этом объекте у нас есть много видео. Ссылки на них и на регистрацию в торгах в описании. Участие бесплатное. Можно только посмотреть. А, чтобы их взять за основу оценки. Он их берет за основу и дает цены. Я когда это узнал, у меня вот шок был. Хорошо, что сидел, а то бы упал. То есть официальные оценщики с лицензиями тебе говорят, что поставь мне фейковое объявление, чтобы я взял стройки. Чтобы было на что сослаться. Чтобы было на что сослаться, чтобы получить нормальную цену. И банки это все знают. Все. То есть такая... И нормально все работают. То есть все с этим смирились. Удивительно, но все с этим смирились. Теперь вопрос, зачем такое количество фейков выставляется. Сочи это город приезжих. Город климатических мигрантов. Челябинск, Хабаровск. Сибирь, Дальний Восток. Говорят, им надоело зубами стучать круглый год от холода. Вот они съедут за хорошей погодой в Сочи. И при этом не провинция, потому что Анапа, Геленджик, при всем уважении, все-таки провинциальные города и вымирает в несезон. Ну да, там очень тихо. Даже Адлер выбирает. Вот у меня зимой была встреча с клиентами в Адлере, непосредственно в Америкинской неизменности. И что-то приехал, ни одного ресторана нет где встретиться. Все закрыто. Ну это правда, потому что когда раньше было сбербанковское мероприятие, которое проходило, по-моему, в феврале, мы там бывали, конечно, да, даже поужинать после шести вечера было сложно. Все закрыто, никого нет. Так вот, и вот там едет человек откуда-нибудь, в Сочи, размечтавшись, там, из какой-нибудь, там, не знаю, выторги, да, он знает, что его квартира в выторге стоит 2 миллиона. Зашел на Авито, в Москву он не едет, потому что знает, что за эти 2 миллиона над ним только поулыбаются. Заходит на Авито, видит, что квартира... А там ездит 2 миллиона. И причем не просто есть, а там с прямым видом на море, еще и шикарным ремонтом. 15 минут пешком. Да, он, естественно, радостно продает свою квартиру в выторге, берет жену под ручку, материнский капитал, человек на материнский капитал сует в карман и летит в Сочи абсолютно уверен, что он сейчас приедет и все купит. Так... Причем пока он там, с ним агенты будут разговаривать одним тоном, да? Одним тоном, да? Когда он прилетает на место с живыми деньгами, там начинается уже совсем другой коленкор. Там все исчезает, пропадает, и человека тупо везут куда-нибудь в горы. Сочи – это город очень сложного ландшафта. Чем ровнее местность, тем она дороже. Ну, естественно, чем ближе к морю, тем она дороже. Как только начинаем залезать в горы, конец инфраструктуры, конец магазинов, конец школ, детских садов, в некоторые места и автобус не ходят. То есть, просто в лес, по сути дела, в горный лес такой. Туда не проедешь даже. Есть места, куда я на машине не езжу. Хотя уже и привык к местным дорогам, но есть места, в которые я на машине просто не поеду. Я боюсь ее ободрать. Хорошо. И вот в этих местах какая минимальная цена? И вот там уже можно купить. Значит, минимальная цена, за которую можно купить квартиру в Сочи, это где-то начиная... Ну, нет, это будет не квартира, это будет черт знает что. Ну, где-то начиная от 700-900 тысяч рублей. Третий этаж гаража. Это хорошее жилье. Это еще хорошее. Гараж это хорошее, да? Это еще хорошее жилье. Я просто видел гаражи трехэтажные. Да, вот это тоже сочинская специфика. Да, жилой гараж. Поэтому там по документам этот гараж 18 квадратных метров, а тебе его продают как 200. Ну, здесь тоже такая сочинская специфика. Да, это отдельная тема. То в Сочи в общую площадь входит все. Ну, имеется в виду не по документам, а по тому, как это продается. Туда входят и балконы, и лоджии, и половичок перед дверью. Если там кусок коридора отгородили, захватили, он тоже входит. Поставят там какую-нибудь ракушку перед подъездом вообще на птичьих правах. То есть, вот просто поставили, потому что здесь было место. Ни документов не будет, ни на ракушку, ни на землю, ни на что. Она тоже будет входить. То есть, вот в Сочи есть такой момент. То есть, если я правильно понимаю, там, условно говоря, за миллион-два можно купить что-то, ну, очень низкого качества, очень в плохом месте, и, ну, просто чуть ли не неполадка в лесу. То есть, она неполадка, но... Купить, я бы это не назвал. Можно отдать деньги какому-то дяденьке, который теперь скажет, что это твое. Еще и так. Да. Я лично видел в Сочи дом, он называется Король Георг. В нем, дай бог памяти, по-моему, этажей 12. Значит, крыши нет, дверей нет, окон нет, коммуникаций нет, документов никаких нет. В нем покупается и продается квартира. То есть, это просто тупо строение. Я видел жилой дом 12 этажей, у которого окна выходят в коридор внутрь. То есть, наружу нету, потому что там склон, там еще что-нибудь, они выходят внутрь. Видел дома без подъездов. То есть, вот подъезда нет, есть только внешняя лестница, вот на 12 этажей, ни лифта, ничего. Вот идет внешняя лестница пожарная, вот только по ней можно попасть к себе там на 12 этаж квартиру. То есть, такое тоже есть. Про лифт я даже не спрашивал, я понял. Лифт, нет, лифт это слишком жирно будет, это уже сразу бизнес-класс. Да. Что такое обеспечение интересов малоподвижных граждан? Я задавал, кстати, этот вопрос человеческой администрации, он говорит, а у нас в Сочи все выздоравливают. То есть, вот такого там, как пандус, лестницы, то есть, это тоже, это необязательные вещи. То есть, там лестница в подъезд, может быть, ну, там угол наклона лестницы, по-моему, по нормативам 30 градусов, если мне память не изменяет. То есть, там лестница чуть-чуть не вот так, вот, там градусов под 70, и вот это вот в подъезд, так вот, метра 4 надо по этой лестнице, чтобы в подъезд попасть. Ну, для Сочи это норм. То есть, первое, что ни в коем случае это не обращать внимания на объявления. Второе, где можно увидеть действительно реальные цены? Вот, действительно реальные цены в настоящий момент, извините, придется прорекламировать, могу говорить только за ЦАН. С ЦАНом я начал активно работать в направлении Сочи, когда только туда переезжал, закинул им несколько идей, как привезти там уж не рынок, скажем так, в лон истинной церкви, да, и выставление нормальных объявлений. Вроде бы потихоньку срабатывает, вроде бы потихоньку срабатывает. Когда я переехал в Сочи, в Сочи не было ни одного агента, который имел, нет, по-моему, там было один или два, которые вообще с арендой занимаются. Отвлеку на несколько секунд. У нас спрашивают рекомендации по задачам, связанным с недвижимостью. Часть запросов идет по юридическим вопросам, другая по выбору новостройки или вторички. А кто-то ищет полноценную услугу. Таких услуг у нас нет. Мы – канал. Но есть партнеры, которые не только с опытом и репутацией, но и работают с соблюдением четкого бизнес-процесса. Лично я верю, что именно процесс дает надежную защиту от случайностей и человеческого фактора. Ссылки и телефоны – в описании. Да, то есть какие-то минимальные объемы, управляют и так далее. Вот у них был рейтинг в Циане, то есть они участвуют в программе, работают честно, к ним претензий не было за выставление фейков. Вот сейчас, буквально несколько дней назад в Сочи появилось первое агентство, которое целиком участвует в этой программе вместе со всеми субаккаунтами своими. То есть смотрите, кто это объявление выставил. То есть вот там можно увидеть реальные цены, увидеть и ужаснуться. Здесь еще такой достаточно интересный момент. Я принципиально выставляю, как в Москве работал, только абсолютно точная и честная информация. Также и в Сочи я выставляю только абсолютно точную и честную информацию. В Сочи это не принято. Не принято еще по следующей причине. Ее тут же у тебя стащут и тут же выставят гораздо дешевле. Причем, зачем они это делают, я не знаю. Смотрите цены, смотрите, с кем вы общаетесь. Не то же самое, что ты сказал, зачем. Затем, чтобы человек из провинции с двумя миллионами приехал радостно. Хорошо, такой вопрос. На кой черт человеку из провинции с двумя миллионами Хостинский морской порт? Это меня вообще убило. Расскажи, что за... Я продаю Хостинский морской порт. Продаю, у меня все как положено. Договор с собственником, со всеми делами. Указана его цена. Выставляют на цену 20 миллионов дешевле. Зачем? Я думаю, это просто дело привычки. Они просто привыкли. Кто-то так научил, научил, не знаю, руководство сложилось. Ну, не хватает мозгов, как бы они так работают. Мы немножко ушли от темы, отрулили. Итак, первое. Не смотрим на объявления в Авито. Смотрим, с каким агентом общаемся. И не везите с собой живые деньги. Не знаю, так вот, то ли накручивают агенты. Люди реально приезжают живыми деньгами. Встречаешь клиента, он тебе в машину садится и вот так вот прижимает. Зачем? Целая куча безопасных сервисов перевода оплаты. Удивительно. И все надо смотреть вживую. Дальше с документами. Ну, если брать вторичку... Давай пока про вторичку, потом новостройку отдельно поговорим. Да, значит, со вторичка. В Сочи все играют с недвижимостью, поэтому там огромное количество квартир, которые продаются на вторичном рынке, которые продаются со сроком собственного владения менее 5 лет. Вот просто очень много. То есть, это фактически инвестиционная история? То есть, люди купили, чтобы продать за здоровье? В Сочи с недвижимостью играют все. Так. Вот. То есть, покупают... И что с этими квартирами? Он же будет платить налог, правильно? Да нет, ни при чем платить. Там договориться с собственником, чтобы он налог платил, практически невозможно. Смотрите, опять же, чуть-чуть отойду в сторону. Методика действия местных агентов по недвижимости – это укатать человека до тошноты. Укатать буквально в смысле. То есть, возить, чтобы он устал, а потом на что-то согласился. Его сажают в машину и просто поехали. Все подряд. То есть, вот его именно укатывают. Его именно укатывают. И потом он на что-то... Как говорится, вот в Москве среди агентов, да, вот когда общались, там бахвалились, что вот там... Меня человек там со второго показа квартиру купил. Да, я там вот с первого показа сумел настолько его точно понять, что он пришел на квартиру, увидел и сказал, что все, вот эту квартиру я беру. Ну, там на вторую для порядка отвел, чтобы сравнение было. И все, вот он тебя покупает. Вот это вот было круто. Мы этим гордились. В Сочи гордятся тем, что ты там человеку показал 50 квартир. Вот для меня это бред собачий. Одни из моих клиентов, в общем, они тоже очень... Люди на пенсию переезжали в Сочи, из Питера. Они три года ездили, смотрели квартиры. Они три года ездили, смотрели квартиры. Потом, значит, мы по каким-то рекомендациям обратились ко мне. Я с ними пообщался, поинтересовался, где они живут в Питере. Вот. Зашел вот банально через вот этот Яндекс.Карты, посмотрел на ихний район. То есть, через панораму ты посмотрел, к чему люди привыкли. Да. Прикинул, какие сочинские новостройки, какой сочинский район. похож на то место, где они живут. А человек подсознательно все равно стремится к какому-то привычному комфорту. Провез им, показал объекты, которые они выбрали через интернет. Вот. Хотя им сразу сказал, что, ребят, вам это не пойдет, нам надо ехать туда. Мы приехали туда, люди вышли из машины, сказали, все, мы здесь остаемся. То есть, вот сочинские так не работают. Они бы их возить, продолжали возить кругами, там, выбирая, вот, что ни попадя. Если человеку, например, он принципиально настаивает, чтобы там квартира была, там, без наследства, там, еще что-то, не первый этаж, то его все равно будут возить на первый этаж. А вдруг? Зачем делают так? Ну, метода работы у них такая. Я работаю чуть по-другому. Я лучше человеку вообще никуда не повезу. Я им так скажу, что... Ты можешь себе это позволить, да? То есть, вот мы либо расширяем запрос, да, либо расширяем запрос, либо ты на меня начинаешь слушаться, либо, вон, в Сочи 10 тысяч агентов по недвижимости, да, вперед, каждый второй таксист агент по недвижимости. Ну, вот, пожалуйста, работай. Дальше. Очень четко нужно смотреть не просто на документы. Вот, если брать вторичку, там очень много нотариальных сделок. Очень много нотариальных сделок. Потому что Сочи это не только город по наехавшим, да, климатических мигрантов, но и город людей, которые недвижимость купили, там по каким-то причинам потом и продавают, а не налетаешься туда-сюда, и очень много сделок проходит по доверенности. Угу, понятно. Вот. Действительно, очень много сделок проходит по доверенности. А в этом случае действует нотариус? Да. В этом случае доверенность надо пробивать. нужно уже относиться, начинать гораздо четче. Потом в Сочи, во вторичке, процесс передачи денег, то есть, на мой взгляд, он неправильный. То есть, до сих пор в песочнице? Да. То есть, вот человек там погрузил в сумку деньги и пошли за ручку там подавать документы на регистрацию, для Сочи это нормально. А потом в машине? Для меня дико. То есть, вот у меня буквально... Депозитариев нет, что ли? У меня буквально вот только-только сорвалась сделка из-за того, что человек категорически отказался нормальный расчет принимать. То есть, ему предлагали и аккредитив, предлагали депозитарий, предлагали безопасную сделку Сбербанка. То есть, все, покупатель все оплачивает. Вот выбирай любой способ, и покупатель оплачивает расходы по нему. Нет, вот нал и все. Просто вот нал и все. А потом мы, значит, вот этот нал в банке снимаем, кладем в сумку и потом едем в МФЦ подаваться. Я говорю, а если вы у меня потеряетесь где-то по дороге от МФЦ, от Сбербанка до МФЦ? Ну вот, как? Да, 90-е. Такие лихие. Махровые 90-е с подсчетом денег на заднем сидении автомобиля. Я даже в 90-х не покупал так. Потому что у меня был классный риэлтор. Я просто не связывался с такими подавцами. Мне приходилось и на Зеленом проспекте посидеть, в машинке посчитать. Понятно. Застал еще. То есть, я как-то... Ну, так привычка определенно есть. Так, хорошо. Расчеты, документы. Я даже не знаю, там список большой. На что еще серьезно обращать внимание? Ну, справки еще иногда прям категорически отказываются получать. То есть, вот в Москве... Имеется в виду ПНД и вот это все остальное. Да, ПНД. Для Москвы это абсолютно нормальный запрос. Для тех, кто не знает, если таких справок нет, то потом может выясниться, что продавец недееспособный, и сделка расторгается, и вы все деньги теряете. Да, сделка расторгается. То есть, вы теряете собственность. А деньги вам никто не вернет, естественно. А в Сочи, вроде как, попросить эти справки считается неприлично. Жесть какая. Ну, ты что, Вася, меня не знаешь, что ли? Да, мы там в одном дворе бегали. Ну, деревня. Может быть, из-за этого. Такие вот моменты есть. То есть, иногда прям эти справки отказываются наотрез брать. То есть, просто вот нет и все. То есть, это какая-то своя страна. Нет, не своя страна. Ну, все-таки вот эта специфика маленького рынка. Он же город длинный. И человек, соответственно, он не живет на всю длину. Это 140-километровый Сочи. Он живет в какой-то своей агломерации. То есть, пешком в радиусе двух километров. Ну, и на машине. Какой-то радиус. И там реально все друг друга знают. Вот я когда в Сочи только переехал, а переехал... Ну, как же все друг друга знают, если ты говоришь, что это город приезжий? Местные все друг друга знают. Местные, понятно. Вот я когда в Сочи только переехал, да, переехал вместе с машиной, соответственно, номера московские. Вот. Меня первые 2-3 месяца гаишники просто под каждым кустом. А у них еще, опять же, специфика курортного города. Каждое утро идет операцию Буфорест. То есть, этих похмельных ловят. Ага. Вот. Просто каждое утро. Ну, сначала тормозили, тормозили, тормозили. Ну, где-то 2-3 месяца. Просто останавливали постоянно. А сейчас все, машину запомнили. Даже не тормозя. Только видишь, что... Ты уже свой. Можно ручкой даже махнуть, да? Ну, реально все друг друга знают. В кафе, в ресторанах, в магазинах. Ну, хорошо. Ты говоришь, что много инвестиционных квартир. А те люди, которые из других регионов, в том числе из Москвы, брали под инвестиции, они-то, что называется, вменяемые. Их можно попросить справки собрать, предоставить, все провести нормальный расчет. У меня не такое большое количество сделок еще было на сочинском рынке. Вот. Поэтому не могу вот так обобщить. Вот какие сделки... Все эти истории с детьми, я имею ввиду, опекой, с какими-то там ипотечными сделками, это тоже все вот так вот жутко? Да нет, нормально. Вот у меня сейчас была ипотечная сделка. Ну, правда, опять же, с другим городом. Нормально все прошло. Но у меня продавец был мой московский, который ко мне по рекомендации пришел. Да, там все без вопросов было. Все с полным пониманием. Понятно. С местными посложнее. Я правильно понимаю, что даже если какой-то, предположим, самоуверенный юрист, покупатель, который с другого региона приезжает в Сочи, он, в общем-то, вот с этим всем столкнется и уже снется. Он ничего не купит. Людей, которые прилетают в Сочи, вот наслужившись вот этих рассказов, да, вот этих насмотревшихся заманух, да, прилетают, пытаются что-то там купить, потом сталкиваются со всем вот этим безобразием, хватаются за голову и улетают. Очень много. Отвлеку на минутку. Второй параметр. Достроят ли вовремя. Здесь смотрели на предыдущий опыт, были задержки в прошлом, оценивали команду, ведь люди могли смениться. Третий. Будет ли построено заявленного качества. Я подчеркиваю, не хорошего, а заявленного. Другими словами, если компания говорит, что строит эконом и все недостатки отражены в цене, то странно здесь ожидать элитное жилье. Но если компания позиционирует себя как бизнес-класс, а у него кривые окна, плохие подъезды и жалуются жильцы в уже сданных комплексах, то извините. За последние месяцы я познакомился с несколькими компаниями, которые строят в разных регионах России. Строят хорошо, пришли в этот рынок не на один год и заботятся о репутации. Если вы ищете новую квартиру, рекомендую обратить на них внимание. Ссылки в описании. А кроме разделения квартира и жилое помещение, еще есть какие-то градации? В Сочи, да. А что еще есть? Квартира. При этом с квартирой здесь опять же все сложно. Нужно смотреть на основу. Вторичку мы не берем, старые дома. Кстати, сами сочинцы, они предпочитают покупать именно в старом фонде. То есть до 90-х то, что построили? Да, то, что построено было раньше, потому что там и с коммуникациями все нормально, и с документами там все хорошо. Они предпочитают вот это. В новостройки, если они лезут, то только инвестировать. Причем тоже, наверное, по знакомству. Там, где ты знаешь человека, если что, знаешь, кому предъявить. Там реально все. Меня первое время удивляло, что там агенты, давно работающие на рынке, они по именам всех застройщиков сочинских знают. Имя, фамилия, семейное положение, что построил, с кем общается, с кем ручкается. Я еще всех не запомнил, но хоть как-то более-менее соображаю, что если этот строить, то значит все будет хорошо, потому что у него там где-то вайфасе, и вообще парень правильный. Если вот этот, то значит получится вот это, и все будет кривовато, и воды не будет. Здесь вот такие вот градации есть. С квартирами все не так просто, что нужно смотреть, каким образом этот дом получил квартирный статус, если это брать новостройку. Значит, это может быть, он как изначально строился, как квартирник, и это есть хорошо. Он мог быть построен, просто построен, и потом получить квартирный статус, но получить квартирный статус по суду, просто по суду, и по суду с участием с администрацией. Это все разные квартиры будут. Если просто квартира, это первый сорт, по суду с участием администрации второй сорт, просто там какими-то вась-вась-вась, это квартирник третьего сорта. далее жилое помещение с ним тоже не все так просто жилые помещения тоже бывают разные есть вот эти вот дома с жпшками которые вот еще чуть-чуть и будет квартирник то есть в принципе можно рискнуть там купить и там договориться что-то как-то получить вот кроме этого они могут быть на арендованной земле на земле выкуплены это опять же будут разные вещи одна знакомая купила не послушалась купила на институты тут жп на арендованной земле да на арендованной земле закончилась аренда закончилась еще плюс к этому оказалось что застройщик там не выплачивают аренду долга в общем на них на весь этот дом повесено это огромный долг за аренду а все люди живут по всей стране пойди к всех собери висели то еще а дальше еще такое прикольное строение это жилой гараж это тоже исключительно сочинское изобретение в москве тоже пытались сделать эти жилые гаражи закончилось все сносом целых гаражных кооперативов то есть раз у себя такое позволили мы вас всех просто сравняем не в сочи это нормально то есть я случайно в заблудился в сочи попал в такое место и как бы я сначала не понял что это жилые гаражи просто иду ну гаражи и гаражи по первому этажу гаражи а потом поднимаю голову смотрю трехэтажные там балконы понимаешь что это такие получаются какие-то вот не знаю как это у хаусы гораздо это конечно же эти первый этаж магазина вот жилые гаражи тоже бывают разные даже они разные говорят туда вход через председателя женщина вот этого гаражного кооператива есть и такие до который вот купить продать это нужно весь процесс это вышел и здесь в процесс покупки купли-продажи такого кооператива составляет это председатель открывает на что-то талмуд учаясь кооперативте одного зачеркивают другого записывают 2019 год то есть такие тоже есть есть с коммуникациями есть без коммуникации есть настроенные за же сочет без коммуникации то есть квартира в которой чего ничего нет не квартира жилой гараж жилой гараж жилой электричество то вот если все совсем хорошо то у нас можно подвести воду вот если подводишь центральной воду соответственно дает камере канализацию но это определенные объема но он от этого не перестанет не становится домом соответственно объем и меньше там увеличивать объем это эпопея то еще так что еще нормально а вот эти как эйлинги еще какие то есть эйлинг это тот же самый гараж а тот же самый гараж эйлинг это гараж для лодки но здесь с эйлингами совсем все сложно потому что эйлинги стоят у нас первая береговая полоса да там вообще все сложно эти эйлинги многие превращены просто в огромные коттеджи которые стоят бешеных денег в красной поляне я встречал такое смешное название как горный эйлинг орел лодку затаскивает катер в горах дальше а ну естественно апартаменты естественно апартаментов хоть в законодательстве слово апартаменты не предусмотрено но тем не менее такой собирательный образ жилого помещения временного пребывания гостиницы казармы тюрьмы тоже относится к апартаментам вот жилые помещения временного пребывания то есть жить там можно но не постоянно то есть прописаться там нельзя но если ты едешь отдыхать у тебя прописка по большому счету не нужно вот временную регистрацию можешь получить причем как собственник на срок до пяти лет без проблем как говорится она по большому счету коротного города и даже на эти пять лет временной регистрации нужно вот поэтому апартаменты это вполне вполне ходовой товар вот но есть апартаменты управляемые есть апартаменты неуправляемые так как их очень много покупают именно вот под инвестиции вот есть целые апартаментные комплексы которые распродаются вот именно инвестиционно то есть они даже не заинтересованы чтобы люди у них сами же в некоторых так озвучиваю что мы не заинтересованы чтобы вы здесь же не рисованы чтобы вы вот им с управлением же деньги понятно чем больше они сдают дополнительный бизнес который да и процент там хороший там будут продают вместе с управлением как да там берут до 20 процентов годовых что взять на недвижимости на аренде без учета удорожания на мой взгляд под для москвы по крайней мере вообще космос но вполне люди покупают вкладывать деньги а если более подробно говорить именно про новостройки вот я знаю что там буквально недавно у нас было несколько серий видео там про мамайку еще про какие-то район что значительное количество новостроек строится не по фазе 214 вот давай вот с этой темы разберемся как это вообще возможно на эту тему я делал отдельное видео сочи есть такой агрегатор база новостроек который вот гребет в себя все подряд там от каких-то маленьких квартирничков или там коттеджных поселков на два коттеджа такой тоже есть человек на участке 8 соток строить два коттеджа и называют это там коттеджным громким названием коттеджного поселка под этой гиды пытается продавать сочинский анекдот да если понты светились сочи был бы видно из космоса именно из этого тара в общем они гребут все как на момент когда я делал вот это видео там в базе было 1273 новостройки солидное число даже для москвы солидно наверное только такое количество в москве то и есть это так с большим натягом но в москве если новостройка то это новостройка не два коттеджа на восьми сотках поэтому черный количестве 273 сколько из них по фазе вот если поставить галочку в подборке фазе 214 их осталось вот на тот момент их оставалось 39 то есть это получается три процента меньше даже а ну да где-то три процента вот и из этих трех процентов если начать их проглядывать вот так вот все по порядку полную сумму в договоре согласно указывать только 10 10 новостройки то есть они еще и не полный сумму еще и не полную сумму приезжает а все от в обедах открыто ни грамма не стесняясь то есть это все есть в рекламе то есть государство налога инспекция до ловить никого не надо просто приходим по адресу известному говорим хочу купить эту квартиру который стоит 10 миллионов они говорят классно покупай 2 миллиона по документам а восемь вот сюда в карман и все можно брать из 1273 новостроек 10 штук только как же кадастр кадастр это кадастр то не новка кадастровая цена вполне может не соответствовать потом мы помните как у нас земли кадастрировались да то есть все это чехом раз и примерно как я уже говорил ранее сочет и город очень сложного ландшафта квадратный метр здесь можно делать до гораздо дороже чем квадратный метр здесь то есть там вот но это уже наверно в землю будем забегать тоже очень такая тонкая тема два участка могут стоять земельных рядом один будет стоить ну там утрировано миллион а другой будет стоить 5 миллионов они рядом по карте по кадастровая не рядом а фактически один участок ровный хороший красивый к нему можно подъехать а второй участок это прогулка вертикальные участки сочи тоже видел то есть построиться на нем нереально еще и проехать к нему ни на чем нельзя условно говоря это такая скала да это тоже участок да поэтому кадастровая цена там сугубо очень примерно я после этого видео уже это беспокой за тебя ты там вернешься обратно тебе как скажут что столько наговорил то как нам теперь тут жить ну как-то до этого жили 20 секунд о нас все этим 2 тв в этом году входит 5 каналов сейчас вы смотрите наш основной канал но есть еще каналы для профессионалов рынка люди недвижимости а также каналы о бизнесе девелоперов бизнес сказки коммерческой и зарубежной недвижимости ссылки на все наши каналы вы найдете в описании приятного просмотра слушая вообще есть какие-то сейчас веяния что все это приведут в порядок по ощущениям до государства ведь в прошлом году была куча посадок там в администрации там и все остальное я не буду разговаривать о политике хотя и где ну вот есть ощущение что будет там порядок там не знаю через десять лет могу судить вот по цифрам если раньше фейк считалось там цена занижены в два-три раза квартиры да то сейчас фейчат по как по-прежнему но уже идет к тому что цена заряжается где-то на 20-50 процентов динамика какая-то и положительная динамика нарисовалась то есть какая-то положительная динамика нарисовалась возможно это связано с тем что они сами потихоньку к этому приходят нужно нельзя так работать просто нельзя возможно это связано с тем что вот агрегаторы сейчас завертили гайки вот например два крупнейших сочинских агентств недвижимости нация не просто закрыли то есть удалили все их объявление сказали бурят больше вы к нам не поводить может быть и с этим связано то есть какая-то работа ведется что до наведения порядка вот именно в сочи там проведение каким-то действительно градостроительным нормам я вижу два варианта первый это фантастический то есть будет просто сверху посажен какой-то мэр вот такими вот железными тиктикулами и огромной политической волей при этом там с поддержкой огромной там центральной прокуратуры фсб и так далее который просто посадит всех нафиг ну вот и вот так вот пальцем показываешь типа вот не не пролезает сносить не пролезает сносить эти один из аргументов почему люди говорят что мы уверены что нас не снесут это будет социальный взрыв мы выйдем на улице да вот вы значится которые пытаясь сэкономить деньги купили квартиру незаконно незаконно незаконное помещение в незаконном доме вы права на социальный взрыв имеете а люди которые здесь жили всегда и которые теперь из-за вашего дома солнца не видят к дому подъехать не могут и более того там реально вот как в адлер въезжаешь там воняет канализации потому что не приспособлены трубы не приспособлены канализационной системы к такому объему жилья и там вот реально пахнет канализации она течет в море и вот они теперь из-за этого вынуждены купаться вот в этом потеряли возможность перемещаться потеряли возможность видеть солнце они значит права на социальный взрыв не имеют это еще кто кого взорвет это ну да вот единственно чем может привести если одни выйдут то другие могут тоже ведь с вилами выйти разборки на джессе отсюда я и говорю что он человек вот такими вот жили стальными тиктикулами и огромной политической волей это фантастический вариант и вариант более реальный это кто-то нарисует пентаграмму выйдет из параллельного измерения друида который имеет амулет управления кракеном тот призовет кракена вылезет кракен и просто-напросто береговую полосу просто все зачистить своими щупальцами зачистит вот это вот более реально слушай а сколько вот сейчас куча всяких видео хайповых в ю тубе и статьи выходили сколько реально объектов под снос сейчас вот в текущем режиме приблизительно хотя значит а там несколько списков существует самый полный список шестьсот двадцать три дома это это сколько квартир в доме в среднем это какие-то большие дома маленькие все подряд все подряд нас на сайте сочинской город администрации висит список дай бог память там 53 или 57 именно самых шумных многоквартирника которые будут под снос это вот то что уже все это уже и там везде баррикады планируются местные жители ничего придут они покричат с чем им кричать чтобы кричать ты должен иметь документы да да что-то кроме голоса иметь а если это конкретно незаконно построены не да там они даже документов нет то есть это не та история про ночь длинных ковшей в москве когда коммерческие помещения сносили где хотя бы были свидетельства прежние администрации выданные я в 90-е годы видел как получались это свидетельство вот и поэтому когда была ночь длинных ковшей и я был только за вот сочи точно также получались документ на вот эти вот квартирники то есть да вот сейчас не хотя бы документы то есть какие свидетельства у некоторых есть ну а толку то вот если ты продолжаешь тут это вот по суду вот там все говорят мы ввели помещение там жилой комплекс какой-то сначала мы устроили на какой-то там непонятной земле мы все прекрасно понимали а потом мы по суду его сделали жилом комплексе судя к сожалению свалил за границу но его ищут что это такое по суду во-первых суд рассматривает вопрос по существу и когда подается документ на узаконить какой-то там многоквартирный дом то его узаконивают именно просто как дом и судья видит по факту этот дом и он заканет одно это как это кружка кружка я пишет да вижу эту кружка кружка ваша да что стол не ваши блюдце не вашего это не интересует то есть ему задается вопрос этот дом судья говорит да дом его и вводит эксплуатацию как дом а то что этот дом построен незаконно на земле не предназначенный для такого типа строительства судью это никаким боком не волнует но но мог бы конечно возможно заинтересоваться просто не в курсе вот этой кухни да может быть там как суп кгц и можем тут глаза под 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 при закрыть а тут на если под под открыть может быть и так то есть люди которые услуги выходят на вот эту защиту они говорят но у нас же по суду все верно но они забывают сказать только одно кроме там земли да роми разрешение и так далее так можно сравнить что вы придете в какую-то левую лавочку да купите там ворованный телефон потом на выходе вас значит саповяжут этот ворованный телефон у вас отберут и вы делали уже купил да да вы будете возмущаться что я же купила тем это магазине купил нет и купил в какой-то левый лавочке но тут как вот эти сносимые требуют что вот дайте нам тогда другое ну это примерно то же самого тебя отбирают ворованный телефон до который ты купил знаешь что это ворованный телефон а многие именно говорят что мы хотим же потому что не подешевать люди понимают что они покупают можно сказать что ворованное потому что тут незаконное строительство по сути дела тоже самое воровство только на другом уровне то есть мы вот ворованные купили вы теперь начаться в возвращая правовой статус-кво у нас этого ровно отбираете дайте нам неворованный телефон но не бред ли ну конечно бред да только когда речь идет о миллионных суммах когда люди как бы последние деньги свои за это уже начинается социальная история потому что ну такое государство и такие сми нужно это все дело раскачать дабы они за счет этого живут своей головой надо жить они головы государства государства других забот хватает если твоя голова не работает то государство за тебя ничего не сделает предлагаю на этой замечательной фразе вот этот на эту нашу часть закончить и дальше мы еще поговорим и о земле и во всем остальном спасибо тебе большое извините если кого расстроил